дорогие друзья сегодня мы находимся в квартире 36 квадратных метров для тех кто смотрит наше видео постоянно как только что шутили наши наши зрители про строительный сериальчик мы на вашем строительном сериальчике все время муж говорит смотрит говорит будет вот так или вот так это очень классно посмеялись и пошли дальше работать вот теперь что хотел бы сказать сразу идем у нас на полу кварц винил вот это кварц винил замковый он в принципе так как здесь теплых полов нет то в принципе я думаю это очень хорошо вот для допустим так как я знаю что у нас есть еще козявочка такая маленькая собачка которая просто прелесть я не знаю я я сейчас отвлекусь на на минутку и постараюсь даже если получится показать показать козявочку это это просто такая лапочка вот она поэтому все полы в этой квартире для козявочки вот здесь у нас есть очень интересные обои выбирали мы их с людмилой николаевной вместе и выбор был очень быстрый опять же повторюсь что это магазин обойкин кто смотрит наши уже давно то вы уже знаете в каких магазинах что мы покупаем и на разные коллекции у нас разные скидки так в этом санузле есть интересный момент у нас здесь поддон сделаны не из плитки этот поддон технология монтажа этого поддона она немножко другая то есть мы сейчас ставим сначала поддон потом проверяем его на текучесть потом все это аккуратненько нагружаем делаем подпорки и нагружаем это все мешками из песка вот может быть это любые сыпучки но желательно чем тяжелее тем лучше вот и для чего это делается потом низ весь мы запениваем полностью для того чтобы потом не было вот здесь пустоты и когда пустота есть она играет здесь пустоты просто нет и теперь когда водичка будет бежать то есть не будет вот этого неприятного звука по пустоте ну и соответственно опять же он дольше прослужит просто все запенивается и все обратите внимание у нас угловые как разъезжаются здесь дверцы вот это очень такие знаете это очень хорошее интересное решение потому что они иногда помогают для тех кто хочет угловую делает угловую для тех кто хочет полукругом делает полукругом вот но такие решения в принципе для вас вы можете уже смотреть а для вас они в принципе будут в помощь так здесь тоже потолок опущен и мы ушли от ригеля с какой стороны этот был ригель я уже даже не припомню по моему где-то вот а да вот он вот он в коридоре вот этот в коридоре ригель вот и переход сразу сюда то есть вот этот ригель мы просто закрыли и не использовали поэтому для тех кто любит высокие потолки делаем ригель для тех кому все равно мы опускаемся на высоту ригеля чтобы его скрыть так пойдем дальше хотелось бы еще маленький момент акцентировать на прихожей здесь очень большая хорошая прихожая здесь можно поставить мебель поставить все и при этом и при этом получится очень комфортный коридор то есть два человека здесь совершенно спокойно могут ходить раздеваться и они не будут мешать друг другу ширина коридора ну не знаю где-то метр десять в плане того что два человека здесь в принципе довольно неплохо разменутся нормально да вот эта ниша от людмила николаевны вот очень крутейшая вещь она будет использоваться для хранения веника швабры то есть и любой любой такой вот принадлежности технической ну короче хорошая вещь мусор как обычно можете увидеть собирается он из всего то есть любое что то есть и раньше у нас мешки были это то сейчас у нас целая куча всяких коробок обрезков от обоев и так далее сейчас к сожалению мы еще до конца не сделали уборку вот но тем не менее по крайней мере у нас все-таки идет ремонт так вот такие люстры людмила николаевна привезла сама вот мы можем только ну порадоваться такому выбору потому что у нас таких люстр я вот не встречал а это очень такие маленький но тем не менее хороший красивый акцент который добавляет какую-то изюминку вашей квартире здесь у нас обои причем качество этих обоев очень я вам скажу такое они чуть-чуть намокли и все вроде как бумага хотя стоят они как крыло от самолета вот повесили уже кондиционеры осталось нам ну совсем какие-то маленькие детальки то есть нам надо повесить радиаторы которые у нас где-то были на складе и давайте подведем итог то есть вот такая квартира делается то есть сам ремонт делается в районе трех месяцев но разные разные разного плана такие неурядицы как например коронавирус заход управляющей компании не всегда во время пришедший материал долгое высыхание квартиры я почему здесь вспомнил потому что здесь так и было весь этот процесс они затягивают и от нас это ну не зависит я вас прошу поймите правильно это некоторые технические сложности от нас не зависящие но тем не менее мы стараемся всегда реагировать на какие-то просьбы например в процессе вот сейчас бы сделать уборку да и все и мы типа сдались и все больше нас типа не трогайте но нет мы ставим душ кабины мы ставим унитазы мы будем вешать шторы ставить кондиционеры вешать люстры и так далее и тому подобное поэтому для тех кто смотрит нас первый раз обязательно подписывайтесь на канал и смотрите продолжение нашего строительного сериала вот для тех кто нас смотрит постоянно тогда ставьте лайк вот и по возможности комментируйте потому что мнение иногда индивидуальное а иногда мнение большинства дает нам очень интересную пищу для размышлений иногда благодаря вам мы становимся все таки чуть чуть лучше чуть чуть быстрее чуть чуть веселее так что прошу прощения вот мы пошли мы пойдем сейчас продавать квартиру пришло время а а